С возвращением, ребятки, на краткий обзор еженедельных новостей! Мы расскажем о всех событиях на этой неделе и предыдущей, а их будет просто целая куча! Допа уходит на пенсию, Самиру пофиксили, Серафина предстанет на мировой серии, и Мидлейн наконец-таки получил нерв. Так что сегодня у нас много того, о чем можно поговорить. Начнем с анонса двух вещей, которые начнутся в предсезоне. Мидлейн, а если точнее роумящие мидеры, получили свои ослабления. Пушки на меду стоят на 10 золота меньше и получат 30 скорости атаки по башне. Пока не очень понятно, как повлияет уменьшение голды, но скорость атаки означает, что теперь вы пострадаете больше, если роум будет неудачным, и особенно на ранней стадии игры. Было слишком много жалоб, как часто решает то, чей мид получает преимущество и начинает гулять по всей карте. Всем знакома ситуация с роумом на ботлейн, где в итоге двое сражаются против четырех. Такой нерв заставит мидеров дважды подумать, идти ли им на рис и терять пару пластин с башни, давая преимущество по золоту противнику, или пойти роумить. К тому же, со всеми изменениями на меду, предметы на криты получили довольно большой реворк. Во-первых, критический удар был порезан на 25%, шанс крита с каждого предмета теперь меньше на 5%, и его добавили на предметы, как ртутный ятаган, кровопийца и глашатой смерти. А предметы, что были рассчитаны на более позднюю игру, теперь можно собирать намного раньше, без принесения в жертву необходимого ДПСа. Многие чемпионы на поле боя раскроются по-новому, а некоторые перестанут слишком доминировать. Посмотрим ближе, как это выглядит на ПБЕ сервере. Первым, что вам бросится в глаза со всеми этими изменениями, это снижение урона с критического удара. Но вы должны помнить, это не просто так. Да, ДПС в лейтгейме может быть потерян, однако вы получите кучу вариативности в своих сборках, как например Мальза. Обычно есть два варианта – купить кушак для безопасности и увести себя еще дальше от приобретения второго предмета на урон, или забыть о кушаке для увеличения урона, но рискуя потратить флэш, ульту и просто умереть. И именно с такими изменениями вам больше не придется слишком долго выбирать. Ну или выбирать меньшее из двух зол. Следующая ступень – это мировая серия. Это кульминация всей эпопеи – сражение лучших из лучших. И несмотря на все трудности с пандемией, райты постарались сделать все возможное для мировых 20-го года. Соревнования вышли на финальную прямую, игры посмотрело более миллиона человек, а для первого дня мировой серии это бешеные цифры. За самими играми было очень интересно наблюдать, правда уже нашли несколько расстраивающих вещей. Кое-что было удивительно для меня и возможно и для всех вас. Mad Lions и LGD показали прекрасный напор борьбы. Поэтому наблюдайте за игроками, получайте сундуки и награды и эксклюзивную иконку. Ну а если чувствуете себя настоящим пророком, предскажите идеально все стадии мировых и заработайте идеальный приз из пяти ультимативных скинов. Также доступен пропуск на чемпионство 2020, который поможет заработать больше лута просто будучи фанатом. Чем больше смотрите игр, тем больше шанс к победе. И убедитесь, что не пропустили яркие моменты в играх. За них можно получить еще больше бонусов. Говоря также о мировых, мы все знаем, что грядет. Серафина предстанет перед нами как новый член группы KDA. И это уже официально в финале мировой серии. Если хотите услышать, как звучат ее песни, переходите на YouTube канал Серафины. Хотите больше контента с ней? Тогда посмотрите комикс под названием «Гармония», где расскажут о ее приключениях и о том, как именно она стала поп-звездой. Возвращаясь к теме лучших игроков, мы поговорим о недавнем заявлении ДОПа, что это его последний сезон в Лиге в связи с обязательной военной службой в Корее. Это неизбежно для любого гражданина этой страны. Но все равно немного шокирующе осознавать, что лучший игрок Лиги покидает профессиональное поприще. Но возможно, по истечении срока службы мы еще увидим его возвращение. Переходя к другим новостям, как мы и предвидели, Самира вышла в свет и оказалась отвратительно сломанным персонажем. С ее уроном и мобильностью, и возможностью вырезать почти всю команду за раз, даже с ее тяжелым набором комбинаций. Ее винрейт чудовищно высокий на хай-эла, и поэтому неудивительно, что ее тут же слэпнули разными фиксами. Но все еще нет уверенности, что это полностью уберет ее из игры, и в итоге все-таки потребуется парочка нерфов для баланса. Ее винрейт с тех пор упал на пару процентов, но это скорее всего до того момента, как на ней не станут играть еще лучше. Все изменения уже в действии, а указаны будут в патче 10.20. И если хотите узнать больше о новом обновлении, проверяйте наш выпуск на канале. Также Райты предоставили тизеры на новых чемпионов Лиги, и даже о следующем визуальном обновлении героя, о чем мы тоже говорили в прошлом ролике. Рассказали о музыкальном магии «Привет, Серафин», о танке саппорте и романтичном леснике. Еще получили три подтверждения о переработке визуальных эффектов и геймплее Мунда. Сохранение его как регенерирующего танка, кидающегося тесаком и так далее. Пройдите на канал, чтобы увидеть его полностью. И пока мы в предвкушении Серафины и предсезона, кажется, есть некоторая несправедливость по меньшей мере к одному региону. Сервер Бразилии упал более чем на 10 часов, и Райты сделали абсолютно ничего по этому поводу. И вроде бы, когда есть такие проблемы, вы можете поформить жетоны или просто поиграть. Есть ожидание какой-то компенсации или по крайней мере заявления. Случилось такое в НА, обычно получают доп-миссии, чтобы восполнить упущенные жетоны. Но в этой ситуации было гробовое молчание и никакой компенсации не видать. Ко всему прочему, на сервере не наблюдалось никаких подарков на протяжении двух месяцев. И опять же, никаких сообщений от Райты по этому поводу. Да, проблемы случаются, но нужна хотя бы какая-то обратная связь. А отсутствие ее – это просто немного проблематично и несправедливо по отношению к серверу. Мы все хотим наслаждаться одной игрой. Еще несколько технических ошибок было выявлено повсеместно. Миссии по просмотру не отслеживаются должным образом для многих фанатов по всему миру. Riot заявили и предоставили пару решений по отслеживанию миссий с других платформ. И последняя новость – это последний эпизод блога Дев Дудликов. Милый анимационный информативный сериал, где разработчики Riot придумывают и борются с идеями и тем, как их реализовать. Такое видео предлагает политику честности и прозрачности, которую мы наблюдаем во всем Дев Блоге. И данный эпизод раскрывает тему Клэша, который должен был показаться быстрым релизом, а в итоге занял годы. Чтобы полностью заработать, он должен отразить все веселые игры командой и соревновательностью в Соло Ку, давая шанс помериться силенками со своими друзьями и при этом получить небольшую славу и, конечно же, награды. Идея была хороша и, кажется, все было готово, но первоначальные тесты на Филиппинах накрылись полностью. Игры просто не начинались. Второй тест в Японии прошел хорошо, однако далее в Южной Азии опять же не стартовали. Проблема была в том, что сервер не справлялся с такой нагрузкой. Тысяча игр запускалась в одно и то же время. Как тут справиться? И Клэш опять отложили, пока все не решится. Это были темные времена и было тяжко сделать все, чтобы заработало. Но благодаря вдохновляющим отзывам от сообщества, они набрались мужества работать дальше и еще усердней, чтобы все пришло в движение. И в конце концов достигли цели к 2020 году. Хотите увидеть полностью историю? Заходите на канал Лиги Легенд и вперед! И это все новости, которыми хотелось поделиться сегодня. Убедись, что подписался на канал. Поставь колокольчик, чтобы знать о всех выходах новых видео. А также залетайте к нам на Дискорд канал. А мы услышимся с вами в следующий раз. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok